МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире на Пауральской вещательной кампании информационная программа «Адъектив» в студии Наталья Рау. Здравствуйте! Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о событиях сегодняшнего дня в этом выпуске. В 100 лет самой массовой организации советского времени в Новоуральске готовятся к празднованию векового юбилея Комсомола. Здравствуй, юность в сапогах! Сегодня для двух десятков молодых людей в Центре патриотического воспитания прошел День призывника. Светодинамический фонтан, входная группа, современная детская площадка, Центральный парк культуры и отдыха преображается день ото дня. Совсем скоро он примет своих посетителей после реконструкции. Теперь об этих и других темах подробнее. Новоуральск, как и вся Россия, готовится отмечать вековой юбилей самой массовой организации Советского Союза. 29 октября исполняется 100 лет ВЛКСМ. В рядах Комсомола были разные поколения новоуральцев. В связи с вековым юбилеем к нам в редакцию пришло поздравление от главы Новоуральского округа Александра Баранова и председателя Думы Михаила Денисова. В поздравлении говорится «Уважение и почести достойны настоящие комсомольцы, строившие фабрики, заводы, города, музеи и памятники, с честью выполняющие свой долг на полях сражений, поднимавшие целину и претворяющие в жизнь идеи строительства справедливого, свободного общества». Верим, что ваши славные традиции продолжат лидеры вновь зарождающихся молодежных организаций и движений. Сердечно поздравляем ветеранов Комсомола, всех, кто хранит светлые воспоминания, комсомольские значки, билеты, всех, кто до сих пор считает себя комсомольцем с прекрасным праздником, столетием Комсомола. Конец цитаты. В Новоуральске в преддверии Большого торжества проходила целая череда мероприятий, посвященных Комсомолу. Вчера в Театре музыки, драмы и комедии состоялся прием главы Новоуральского округа, активистов Комсомольского движения. Они сильны своей верной дружбой. До сих пор, спустя многие годы, комсомольцы Новоуральска с удовольствием встречаются вновь. Прием главы был пропитан особой атмосферой через воспоминания, возвращая нас всех в далекие советские годы. Дорогие мои комсомольцы, дорогие друзья, любите самое искреннее поздравление со столетием Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Вы отдали лучшие годы своей жизни комсомольскому движению. А как говорил Островский, как закалялась сталь, жизнь человеку дается только один раз. И прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы, ну и так далее, и так далее. Чтобы не жжет позор, и так далее. Я думаю, что нам всем не стыдно за нашу комсомольскую молодость. Александр Баранов, глава Новоуральского округа, вспоминал комсомольскую жизнь. Это было особенное время. Каждый из сидящих в зале был активистом комсомольского движения. И вся работа была тесно связана с общественной жизнью. Глава округа зачитал поздравительную телеграмму от депутата Государственной Думы Зелемхана Муцоева, который с большим уважением обратился в письме к новоуральским комсомольцам. Сердечно поздравляю всех, кто в свои молодые годы был членом ВЛКСМ, кто считает себя воспитанником и ветераном комсомола со столетиям Союза молодежи. В Комсомол это была эпоха целеустремленная, энергичная и преданная своей стране, идеалом добра и справедливости. В ЛКСМ воспитал не одно поколение лидеров, организаторов руководителей сегодняшних предприятий и организаций, которые способны решать важные задачи в масштабах не только своей организации, города, но и всей страны. Председатель Новоуральской думы Михаил Денисов возглавлял много лет городской комитет комсомола. Он с удовольствием поделился своими воспоминаниями о той мощной эпохе. Приезжает как-то Батов в цепь 24, где кто-то, здесь, здесь. И говорит, Денисов, надо идти на работу в горком комсомола. Я говорю, не пойду. Меня он везет к Сафронову, в администрацию. Он говорит, Денисов, надо идти на работу в горком комсомола. Я не пойду. Ведут меня к Зинченко, к Борис Дмитриевичу, в светлой памяти, кто помнит первый секретарь горкома партии. Я там пару раз дверями хлопаю. Ну, потом вступает известный способ. Тогда он назывался «Кнотая пленник». И сейчас молодежь его называет метод двух морковок. Одна морковка спереди, другая сзади. В общем, метод сработал. В итоге я попал в горком комсомола. Вывод ни о чем. С сегодняшнего дня, конечно, не живее. В 70-е годы стал секретарем комсомольской организации. И вот жизнь заставила общаться с людьми более старшего поколения. Потому что, вот скажу, что человек 30 молодежи было в химико-норгитическом цехе всего лишь. А численно всего было 350. Я принял организацию комсомольского комбината. 1700 человек было. А сдал уже с паровыми райкомов 2,5 тысячи. Галина Таланкина в комсомольские годы была пионервожатой. При этом успевала уделять время общественной работе. С комсомолом была связана вся жизнь. Это были золотые годы, говорит Галина Таланкина. Девчонка в короткой девчонке. По площади идет, а за ней пендерская дружина. И вот эти ребятки, которые сегодня шли за мной по площади, это будущее комсомольцы, это будущее, наша золотая смена. Знаете, комсомол – это такая школа жизни. Комсомол мне дал все. Он научил меня жить, общаться с людьми, уметь любить, уметь быть в жизни принципиальными, уметь в жизни ценить то, что сегодня нам дано. И вообще я желаю, поздравляю всех с праздником, и желаю, чтобы комсомольский задор никогда не выходил, не проходил в нашей душе. Комсомольская закалка присуща многим руководителям и сегодняшнего дня. Ведь ВЛКСМ стал кузницей кадров для многих отраслей народного хозяйства. Как и Александр Волков, перед которым в 90-е годы была поставлена задача объединить молодежь после прекращения существования ВЛКСМ. Я был утвержден на должность заведующего отделом по делам молодежи. И здесь началось то самое интересное. Почему? Потому что нужно что-то было делать. Потому что сама внутренняя политическая составляющая ушла. Нам сказали, вы должны что-то делать, а как, неизвестно. И вот мы практически совместно со старшими товарищами, это Пенский, Леонид Кузьмич, Голыш Владимир Николаевич, мы с чистого листа сделали тот отдел по делам молодежи, который сегодня существует. Но у нас он был намного шире, потому что у нас были более расширенные функции. И мы постарались в то время основной упор сделать на военно-патриотическое воспитание и вообще на любовь к родине. Я думаю, что то, что мы заложили, оно сегодня развивается. И это были правильные шаги. И все-таки комсомол был золотым временем, вспоминали навстреченного уральца. Ведь это была школа жизни, которая научила быть нужным общественности, быть честными в первую очередь перед самими собой и неравнодушными ко всему, что происходит вокруг. За время существования организации школу ВЛКСМ прошли более 200 миллионов советских юношей и девушек. Сегодня они до сих пор принимают активное участие в общественной жизни города, составляя фундамент Новоуральского округа и всей России. Совсем скоро горожане увидят преобразившийся парк культуры и отдыха. Работы по реконструкции этой общественной территории завершены. Сегодня там побывали участники общественной комиссии по обсуждению проекта и осуществления контроля за реализацией ПЭД-программы, формирования комфортной городской среды. С подробностями Анна Крамова. Многие с нетерпением ждут открытия парка, ведь это излюбленное место отдыха новоуральцев. Горожане, начиная с мая, с интересом наблюдали за ходом строительных работ. Отмечу, что за всю историю парка такая масштабная реконструкция проходит впервые. Нам очень нравится. Мы здесь рядом живем и всегда здесь гуляем в парке. От проекта к воплощению прошло меньше полугода и парк не узнать. На сегодняшний день основные работы в Центральном парке культуры и отдыха практически завершены. Идет уборка территории и выполняются уже дополнительные работы. Благо, погода в этом году на Среднем Урале удивляет плюсовыми температурами и отсутствием снега, что в октябре бывает редко. Это позволило приступить к работам сверх плана. В частности, благоустроена пешеходная дорожка к парку со стороны дворца спорта «Дельфин». Также здесь поменяли плитку на одной из дорожек за аттракционами и не только. С торца павильона, там тоже по проекту мы его не включали, вот в этот проект. Да, там уже за границей. Да, и сейчас вот время есть, погода позволяет нам сделать переуполнение плана и закрыть еще там участок плиткой. Членом комиссии под руководством главы Александра Баранова директор парка Сергей Кариндюк рассказал и о светодинамическом фонтане. Погода позволила провести его первый запуск. Кадры выложили в соцсети Центрального парка культуры и отдыха. И они сразу привлекли внимание пользователей. Горожане в комментариях дали положительную оценку такому новшеству для Новоуральска. На сегодняшний день все необходимые работы завершили специалисты из Краснодара. Во внимании комиссии буквально все участники совещания прошли везде и осмотрели территорию до мелочей. Особенно детскую площадку. Главное – это безопасность маленьких новоуральцев. Сейчас на площадке завершаются благоустроительные работы. Комиссия высказала несколько своих рекомендаций. В целом проект благоустройства включал ограждение аттракционов, новое озеленение, покрытие плиткой, входную группу, игровую площадку, пешеходный светодинамический фонтан, зрительные трибуны и малые архитектурные формы. Стоимость всего объекта составила 34,5 миллиона рублей. Это средства федерального, областного, местного бюджетов и парка культуры и отдыха. На дополнительные работы выделены деньги из местного бюджета. На выполнение дополнительных работ из резервного фонда выделено более 2 миллионов рублей. Это как на подход со стороны дельфина и под сцену сразу предусмотрели, потому что мы понимаем, что в перспективе здесь будут праздники и необходимо, чтобы территория была закончена и вид имела. Центральный парк культуры и отдыха наш, это уже за собственные средства, выполняет еще плюс дополнительные работы. Это организация пожарного проезда, который позволит потом использовать его для подъезда уже артистов, для того, чтобы исключить проезд по самой территории парка. Совсем скоро парк распахнет свои ворота для горожан. Торжественное открытие намечено на 17 ноября. Это будет суббота. Новоуральцы вновь соберутся в любимом месте отдыха, но уже увидят новый современный безопасный парк, который будет объединять новоуральцев на общегородских мероприятиях и просто приносить радость каждому, кто будет проводить здесь время в любую погоду. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Великие имена России. Так называется общенациональный конкурс по выбору имен для российских аэропортов. Голосование стартовало в понедельник, 22 октября. Жители городов, участников конкурса могут выбрать один аэропорт и спиской предложить для него свой вариант имени на сайте. Евгений Куйвышев поддержал идею проведения конкурса по отбору имени знаменитого соотечественника для присвоения аэропорту Кольцова. Напомню, аэропорт Кольцова и еще 44 самые крупные воздушные гавани страны получат вторые названия. Они будут даны по именам выдающихся исторических личностей. Конкурс продлится до 30 ноября. Победителей назовут 5 декабря. Федор Достоевский, Михаил Булгаков, Георгий Жуков, Иван Айвазовский. Великие имена России аэропортом страны. Подробности на сайте великиеимена.рф День автомобилиста или, как его еще называют, День водителя будет отмечаться в воскресенье 28 октября. Официальное название профессионального праздника – День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Он был установлен еще в 1980 году. В наши годы эта традиция продолжает сохраняться, тем более, что к водителям, профессионалам присоединились и многочисленные владельцы личных автомобилей, которых с каждым днем становится все больше и больше, ведь автомобиль стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. В честь профессионального праздника в Новоуральске проводится ряд мероприятий, а у водителей скорой помощи двойной праздник. Это День автомобилиста и 65 лет исполняется образованию гаража Центральной медико-санитарной части номер 31. В честь юбилейной даты на стадионе автошколы «Светофор» состоялся конкурс водительского мастерства. Подробности в сюжете Ульяны Скрыгиной. В 65 лет гараж обеспечивает все структурные подразделения Центральной медико-санитарной части номер 31 автомобилем общего и специального назначения. Гараж был основан в 1953 году. Сегодня это 45 единиц техники, в том числе 9 автомобилей скорой помощи, а начиналось все с трех машин. У истогов образования гаража стоял Мазунин Михаил Николаевич, дальше, значит, в последующем эту должность занимали Сухоруков Александр Филиппович, Дубовой Виталий Николаевич, Пеганов Дмитрий Вячеславович. В настоящее время в коллективе трудятся 75 человек. Водители Центральной медико-санитарной части номер 31 при любых погодных условиях днем и ночью соблюдают аккуратность и стараются максимально быстро приехать на помощь. Приехать, помочь, когда действительно человек, спасаешь его. Были случаи, когда действительно бригада приезжает, и человек уже думает, что везем, и человек спасает. Радость. Конкурс водительского мастерства проводится уже 13 лет. В этом году в нем приняли участие 14 человек. Два этапа – теория и практика. Десять лучших допустили к заданиям на автодроме. Алексей Филатов – постоянный участник городских и областных конкурсов водителей. В профессии он 25 лет. Начинал с рафиков. Рафики, газели, веки, фиаты, форды. Уже много машин отъездил. Практическая часть соревнований состояла из нескольких упражнений по автодрому. Горка, параллельная парковка, разворот в ограниченной площади и упражнения «Змейка». Водители, показавшие лучший результат, вышли во второй тур. Он проводился на автомобиле «Фиат». Автобус – 18 мест. Финалисты выполняли те же задачи, но с добавлением эстафеты. По итогам конкурса третье место занял Тимур Абдурахимов. Все задания выполнил в сумме за 4 минуты 15 секунд. Серебряный призер – Александр Демченко. Его результат – 4 минуты 5 секунд. С небольшим отрывом в лидеры вырвался Роман Бабушкин. Его рекордное время – 4 минуты. Он и стал победителем. Здесь уже на конкурсе, как бы, во-первых, в опыте, во-вторых, в спокойствии. Вот два фактора, которые и складываются. Поведа. Адреналина получила очень много, до сих пор руки трясутся. Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков. Новоуральская обещательная компания. Сегодня для некоторых молодых людей Новоуральска особенный день. В торжественной обстановке им военный комиссар вручил повестки в армию. С каким настроением ребята собираются исполнять свой гражданский долг, узнал Никита Евсеев. Призывная компания в полном разгаре. В армию уже отправилась первая партия новоуральских новобранцев. А сегодня в Центре патриотического воспитания для двух десятков молодых людей прошел день призывника. Служба в армии – это гражданский долг каждого российского мужчины. На наших с вами глазах меняются и модернизируются вооруженные силы страны. Меняется и отношение к армии. И прослужив всего один год, можно приобрести много новых полезных навыков. И не только. Служба в армии не только. Обязанность – это долг, это почетная обязанность. И служба в армии, она закаляет, делает из молодых ребят, делает настоящих мужчин. Это возможность обвести новые связи, новое знакомство, закалиться в мужскую дружбу. Я знаю очень много уже пожилых людей, которые до сих пор дружат и переписываются с теми ребятами, с которыми служили в армии. Это школа настоящего мужества и школа настоящей жизни. Армия – это командная игра. Это коллектив, от которого многое зависит, в том числе и то, как пройдет ближайший год для призывников. Навуральские парни-солдаты в своих частях показывают себя с хорошей стороны, живут по уставу и выполняют приказы командиров. Хочу в свою очередь, конечно же, пожелать отличного воинского коллектива, хороших командиров отцов, чтобы ваша служба действительно прошла на высоком уровне, чтобы вы не занимались там безделием, а действительно приобрели военную учетную специальность. Также к собравшимся со словами наставления обратились ветераны Великой Отечественной войны. Эти люди на своем примере показывают, как гордо звучит фраза «русский солдат». Призывникам в торжественной обстановке вручили памятные подарки. Многие из призывников этой компании идут в армию уже с профильным, профессиональным образованием. Кто-то со среднеспециальным, а кто-то и с высшим. Я отучился в институте, получается, закончил институт, пошел в армию. Что-то новое, наверное. Больше добавить, наверное, не могу. Просто что-то новое для меня. Закончил наш колледж интринил МИФИ по специальности механик. Сейчас поступил в наш вуз, тоже интринил МИФИ, на инженеров. Эти парни уже совсем скоро отправятся в сборные пункты. И там для них начнется армейская жизнь. Многие из них уверенно заявляют, что останутся в армии и продолжат служить нашей стране, нашей России. Никита Евсеев, Иван Вахмяков. Новоуральская вещательная компания. Уральская природа не перестает удивлять. За последние два осенних месяца в Новоуральск уже второй раз пытается вернуться весна. Если первый раз в середине сентября на улице Октябрьской зацвела сирень, то на днях произошло еще одно чудо природы. Кто бы мог подумать, что в конце октября на неприметных веточках вновь пробудятся почки. Эту природную аномалию заметила жительница дома по улице Льва Толстого, 43. Надежда Казаева гуляла с собакой по лесу рядом с перекрестком Толстого и Герцена. Очень интересно, потому что конец октября, в 76 году, 15 октября, я выписывалась из роддома с сыном в валенках, в шале со снегом по колено и диким морозом. А сегодня зеленая трава, липучки набухают, тепло, красота. То есть в природе что-то происходит, конечно. Изучением сезонного развития природы занимается наука-фенология. Состояние глубокого покоя наступает у растений по окончанию листопада. Даже в благоприятных условиях в это время рост растений не возобновляется. Так что зеленых листочков осенью уже не появится. А изменения в природных биологических часах не навредят деревьям. Весной им хватит влаги и солнечных лучей для того, чтобы начать новый жизненный цикл. На этом информационный выпуск завершен. Только хороших вам новостей и отличных выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин